С наступлением весны количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мопедов и скутеров в нашем районе сразу же увеличивается. Владельцы двухколесных транспортных средств по-прежнему остаются главными вновниками аварий на дорогах. Основная причина ДТП – крайне низкая дисциплина водителей мототранспорта. Рода ТПС совместно с ОГИБДД регулярно проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей дорожного движения. Подробнее об этом в материале Тины Капачевской и Георгия Калинина. Как ни странно, мототранспорт хоть и считается одной из главных проблем на дорогах, но не является единственной. Только за два месяца 2014 года произошло четыре ДТП с участием авто, в результате чего погибло четыре человека. Также сотрудниками госавтоинспекции Славянского района за этот год было выявлено 802 нарушения правил дорожного движения. Из них 26 водителей находились за рулем в нетрезвом состоянии. Как признается заместитель начальника ГАИ в Славянском районе Евгений Ураско, все силы направлены на то, чтобы снизить аварийность на дорогах. Мы все меры предпринимаем к тому, чтобы жители нашего района не страдали в дорожно-транспортных происшествиях. Хочется отметить, что у нас пока дорожно-транспортных происшествий с участием детей не допущено в районе. Это как отрадный показатель. Мы уже с вами беседовали на эту тему. В прошлом году у нас было 13 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так что мы все меры принимаем. Мототранспорт на сегодняшний день является одним из самых распространенных среди молодежи и в то же время опасным для жизни. С 27 февраля рота ДПС совместно с ОГИ БДД проводят запланированные рейдовые мероприятия по мототранспорту в Станице Петровской и других поселениях. Главная задача этих рейдов прежде всего предотвратить аварии, связанные с мототранспортом. Работаем и по выявлению лиц, которые незаконно управляют мототранспортом, а также лиц, которые не достигли 16 лет для управления таким видом транспорта. Вот сейчас вы сами прекрасно видите, что было задержано лицо, которое управляло транспортным средством без документов на данное транспортное средство. Теперь мы будем пробивать это транспортное средство по всем оперативным учетам розыска, так как очень много такого рода транспорта находится в розыске. Только за 2014 год в Красноармейском и Славянском районе произошло 4 ДТП с мототранспортом, в результате чего погиб один человек. В ходе рейдовых мероприятий 17 скутеров были доставлены в отдел МВД для установления права собственности, то есть нарушители ездили без документов на транспортное средство. Также выявлено 15 административных правонарушений, в основном это управление скутером без шлема или в нетрезвом состоянии. Сотрудники дорожной полиции призывают всех водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других людей. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова